Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Времени для долгих размышлений не было. По счастливой случайности рядом работала спецтехника местного коммунального предприятия. С её помощью стражи порядка спасли женщину, оказавшуюся на волоске от смерти. Наши сотрудники Калинковского отдела охраны Евгений Змушко и Дмитрий Тарун, следуя на маршруте патрулирования группа задержания, услышали крик о помощи. Но здесь не было времени даже для раздумий. Вот представьте, женщина держит свою дочь за руку, которая может в любой момент упасть. Решение надо было принять мгновенно. Увидев работающую вышку, сотрудники приняли решение и в кричайший срок они приехали на вышки. Это благородный поступок достойных людей. Мозырьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особо крупном размере. В ловушку мошенницы, называющей себя экстрасенсом, попала жительница Мозыря. Доверчивые мазырянки предложили открыть денежные потоки, чтобы поправить финансовое положение семьи. За проведение специального ритуала попросили перевести деньги по указанным реквизитам. В течение месяца представители якобы российского учреждения по парапсихологии получали плату за услуги, которые никаких подозрений у женщины не вызывали. Тем более, что на том конце провода обещали вернуть деньги в двойном размере, как только будет разыграно беспроигрышная лотерея. Но время шло, а деньги никто возвращать не спешил. Женщина перевела в общей сложности 25 тысяч долларов США. Потратила личное сбережение, сняла деньги со счета, взяла кредит, а также одалживала деньги у родственников, знакомых, соседей, коллег по работе. При этом она никому не говорила о цели предназначения этих денег. Дело в том, что ясновидящая, так называемая, ей категорически запретила кому-либо об этом рассказывать. И только когда случайно об этой истории узнали близкие члены семьи, потерпевшие, только тогда они незамедлительно обратились к правоохранителям. Сейчас проводится комплекс следственных действий, в том числе с участием компетентных органов Российской Федерации. За прошедшие выходные на дорогах Гомельской области было зарегистрировано 60 ДТП, в которых два человека получили телесные повреждения. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными на дорогах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.